Сегодня я расскажу вам о уникальных свойствах этого действительно чудесного растения, которое даже официальная медицина признает и использует. Правда, не так широко, как это делала исконная народная медицина прошлого. Вы узнаете о лечебных свойствах всех частей этого растения, какие болезни она реально лечит. Я дам вам самые лучшие эффективные рецепты, расскажу, как правильно надо заготавливать и хранить лекарственное сырье, что такое водка в исконном значении этого древнего русского слова. Отчего это растение в прошлые века спасало рыбаков и охотников, как делать натуральное и эффективное масло от ожогов и мазь для лечения кожных заболеваний, фурунколов, угрей, сибории, дерматитов, а также его использование при неврологических, травматических и суставных болях, укусах насекомых и змей. Итак, знакомьтесь, таволговязолистная или лобазник. Еще его называют живокостом, медовиком, медуницей, белоголовником. Это его старые народные основные названия. Почему лобазник? Потому что он как лобаз, то есть надежное хранилище запасов продуктов, высоко расположенное на стволе дерева или на вкопанных в землю высоких бревнах, хранит в себе кладезь полезных веществ и свойств. Лечебными являются все части растения. Таволга обыкновенная и таволговязолистная – это два разных вида растения, одного рода. Они обладают схожими морфологическими характеристиками, то есть внешне похожи друг на друга и практически одинаковым химическим составом. Лобазник или таволговязолистная растет более крупным, до двух и чуть более метров в высоту, тогда как обыкновенная до полутора и не выше. В жаркий день растения истощают ощутимый издалека аромат смеси, похожий на сочетание меда, ванили и миндаля. Широко распространен лобазник во многих регионах, в умеренном климате, по берегам рек и около озер, вблизи родников и подземных высокорасположенных вод. Везде, где много влаги и достаточно солнца, то есть он любит открытые участки. Любит таволга вязолистная или лобазник. Влажные луга растет хорошо по берегам рек у родников, растет хорошо не только по берегам рек и у родников, но и в поймах рек, образуя большие заросли. В низинах. Это многолетнее растение семейства разоцветных. Стебли гладкие, прямые, темно-зеленые, с красноватым отливом. Густо облественные. Это природный аспиринный антибиотик, терморегулятор организма. При эклимаксе он снимает приливы, очищает кровь, снижает сахар в крови, снимает воспаление, улучшает память, помогает лучше и легче думать, мыслить. Помогает он и от проблем с суставами, и от бессонницы. А если пить до 2-3 литров настоя лобазника в день, то уходят даже сильные отеки. Это самое сильное эффективное средство от проблем с поджелудочной железой. Это прекрасный медонос. Соцветия можно использовать в аромотерапии, так как это очень душистая трава с полезными эфирами. Кстати, он отгоняет мух и комаров из слепней, если развесить в доме высушенные пучки с соцветиями лобазника. В природе насчитывается около 20 видов таволги, и почти все они произрастают на территории нашей страны. Нужно уделить внимание тому, как узнать таволгу вязолистную. Да, под этим видео я также оставлю вам ссылку на плейлист по лекарственным, лечебным травам. Очень интересные видео там. И вторую на плейлист по лечебным грибам и грибным препаратам, природным лекарствам. Как узнать таволгу вязолистную? Потому что она отличается от других видов. Например, у таволги шестилепестной на корневищах имеются шарообразные утолщения. Отсюда и название таволга земляные орешки. Это два разных вида таволги, и по действию на организм они тоже отличаются. Листья лобазника или таволги вязолистной очередные, перестаросеченные, действительно похожи на листья дерева вяза своими пильчатыми краями, из-за чего лобазник вязолистный и получил свое название вязолистной. Пластинка листа сверху голая, темно-зеленая, снизу покрыта нежным беловатым опушением. Ползучая корневища отличается быстрым ростом, и средний годовой прирост его составляет до 20 сантиметров. И чем крупнее растение, тем внушительнее его прирост. Поэтому лобазники способны быстро захватывать все новое свободное пространство вокруг себя. При желании дикорастущий лобазник можно пересадить в свой сад. Он отлично растет на непригодных для многих других растений влажных участках сада. Сортовые растения лобазника вязолистного применяются в ландшафтном дизайне и выглядят еще более эффективно, в отличие от природного своего собрата. Большой популярностью пользуется сорт ауреа. Высотой всего до 50 сантиметров, с перистыми листьями, покрытыми пятнами и тонкими штрихами кремового оттенка. У природных форм лобазника вязолистного мелкие бледно-желтые или кремовые цветочки, собранные в рыхлые метельчатые соцветия длиной до 20 сантиметров на концах побегов. Цветок, как у всех разоцветных, состоит из пяти лепестков. Цветет лобазник с июня по начало августа, иногда до середины. Во время цветения он выглядит особенно красиво, благодаря массе ажурных соцветий. Ну а теперь подробнее о свойствах и о применении. И, как я обещал, я расскажу, что же такое водка. Так вот, дорогие друзья, настой на холодной родниковой воде цветов тех или иных растений раньше на Руси называли водкой. А не то, во что превратили это исконное слово ныне. Враги народа извратили и сменили изначальное название слова водка, заставив со временем поверить в этот новый образ алкогольной отравы, связав вредную алкожижу с добрым, живительным, исконным образом этого русского слова, состоящего из двух более простых слов – вода и душа. Итак, водка на самом деле – это водная вытяжка того или иного лекарственного растения, как правило, его цветов с их эфирами. Потому в слове «водка» окончание – «ка», что на санскрите и старославянском – это означает душа. А эфиры растения, переходящие в водную вытяжку, и питают эфирное тело человека. Потому желательно, собирая соцветия, помещать их в кувшин, наливать чистую воду и настаивать от 12 часов до суток, и отжав, процедив, пить эту живительную, целебную водную вытяжку. Чай из таволги тоже хорош. Можно ферментировать его верхние и крайние листья, как и поступают с ванчаем, к примеру. Листья мнутся и затем ферментируются и сушатся. Тогда в чае появляется терпкая нотка. Но только не надо кипятить воду для приготовления чая. А доведите температуру воды до 70-85 градусов, не выше. Никогда не пейте кипяченый чай. Не доводите его до кипения. Если только вы не вынуждены брать воду из неизвестных природных рек и ручьев, будучи на вахтах, в походах и тому подобное, тогда это действительно необходимо, чтобы не занести в организм возможные инфекции и паразитов. А из известных родников, других источников, или применяя воду после системы обратного осмоса на кухнях, в домах и квартирах, не кипятите, ведь вы убиваете большую часть полезных свойств растения из-за разрушения в нем от высоких температур большинства витаминов, минералов и эфиров. Никогда не добавляйте сахар и иные подсластители в чаи. Потеряете аромат и получите инсулинорезистентность. Лобазник помогает организму человека справиться с ежедневным стрессом, с различными нервными состояниями. Таволга нормализует артериальное давление, а если выпить травяной чай из таволги на ночь, можно справиться с бессонницей. Ко всему прочему, таволга зарекомендовала себя как отличный антисептик. Являясь своеобразным природным аспирином, лобазник эффективно снимает воспалительные процессы, успокаивает головные боли. Люди издавна подметили, что если натереться его листьями, то комары будут не страшны. А снять зуд и раздражение кожи после укусов комаров и слепней можно, натерев покусанные места цветами и листьями лобазника. Для отпугивания мух комаров и слепней в домах часто развешивали пучки травы лобазника с соцветиями. Так всегда делали наши предки, живя на земле. Может он применяться и при отравлениях, в том числе и алкогольных, но алкоголь это страшный протоплазматический яд. Никогда не пейте его ни в каких количествах и ни в каком виде. Помогает и при укусах ос, пчел и змей. Лобазник помогает также при язвах, угрях, перхоти. При наружном его применении, о котором я расскажу далее. Дубильные вещества лобазника обладают выраженным антимикробным потенциалом, что делает желательным применение препаратов лобазника при ангине, диарее, гнойных ранах и нарывах. Гликозиды в составе растения помогают поддерживать тонус сердечной мышцы, потому он очень полезен для нашего сердца. В народной медицине настой цветущих верхушек лобазника пьют как слабовяжущее средство при поносах, кровотечениях и применяют как патагонное средство. Высушенные и растертые в порошок цветы лобазника раньше нюхали при насморке. Настой травы использовали как мочегонные, а также при нефритах, малокровии, заболеваниях сердца, сосудов и при диабете, так как растение снижает сахар в крови. Отваром корней лобазника промывают гноящиеся раны, применяют его при дизентерии и гипертонической болезни. Эффективно помогает лобазник при различных простудных заболеваниях, в том числе и при вирусных инфекциях. Препараты и напары из лобазника улучшают кровоснабжение головного мозга, потому и память, и мыслительные способности улучшаются. Старые охотники прошлого и рыбаки, и пастухи знали и делали из него чай постоянно, поскольку при любой непогоде, несмотря на холодные ночи и сырость, можно было уберечься от артритов и ревматизма. А содержащийся в таволге метилсалицилат оказывает противовоспалительное и разогревающее действие, которое можно использовать в виде растирки при радикулите, остеохондрозе и суставных болях. Историческая справка. В составе растения содержатся катехийные витамины, дубильные вещества, флавоноиды, эфирные масла, воск, а также аскорбиновая и солисциловые кислоты. Именно благодаря последней таволга получила широкую известность в медицине. Ацетилсолисциловая кислота была получена из эфирного масла растения в 1827 году, а на ее основе спустя 70 лет был создан аспирин, запатентованный позднее, как аптечный препарат. В корнях лобазника присутствует метилово-солисциловое эфирное масло. Как же правильно заготавливать и хранить таволгу вязолистную или лобазник? В качестве лекарственного сырья, как я уже говорил, используют все части лобазника. Заготавливают траву в период его цветения, нарезают и сушат в тени. Цветки лучше собирать цельными соцветиями и сушить до полного высыхания и характерного хрустящего звука при его ломке. Корни и корневища лобазника заготавливают или ранней весной, или, что лучше, поздней осенью, когда надземная часть растения полностью усыхает, то есть в октябре-ноябре. Корни необходимо провялить, затем нарезать и сушить тоже в тени. Можно сушить на печках или в дегидраторах при температуре не выше 40-50 градусов. Период сбора травы и соцветий таволги начинается с середины мая и длится до середины лета. Соцветия собирают в пик цветения. Как и любое лекарственное сырье, таволгу необходимо собирать в экологически чистых местах, вдали от дорог, свалок, промышленных производств и тому подобное. Срезать нужно неповрежденные побеги таволги. Сбор лучше осуществлять в утренние часы, когда только сошла роса. Это позволит таволге сохранить себе больше аромата, больше эфиров. Сушить таволгу лучше всего естественным образом, разложив траву тонким слоем на какой-то мешковине, холщовой ткани, хлопковой ткани или крафтовой бумаге, но не на газете из-за наличия в ней химических красок. В отличие от корней, которые хранятся длительно, надземная часть таволги хранится всего только один год. Экстракт травы способствует снижению давления и образования тромбов, улучшает мозговое кровообращение. Благодаря противовоспалительному действию отвар лобазника используют наружно как антисептик для промывания ран, фурункулов, делают примочки для заживления при нейродермите и экземе. Рецепты. Начну с рецептов, в которых используется корневище. Подземная часть растения используется для устранения нервного напряжения, снижения давления, а в составе сборов таволгу используют как природный, противосудорожный компонент, эффективный в терапии эпилепсии. Напары корневищ обладают кровоостанавливающими, обезболивающими, а также противовоспалительными свойствами. Их применяют в комплексной терапии подагры, ревматизма для устранения воспаления в почках и мочевом пузыре. Также настои отвара корневищ эффективно устраняют воспаление на слизистый желудочно-кишечного тракта, нормализуют пищеварение, применяются при дизентерии и панкреатите. Отвар делается так. Кстати, приготовленный по данному рецепту отвар корневищ применяется внутрь при перечисленных выше заболеваниях, а также может использоваться для спринцеваний при лечении воспалительных болезней органов репродукции. Во втором случае количество завариваемого сырья увеличивают до 25 грамм. А так следующим образом. Чайную ложку мелко измельченных корневищ заливают двумя стаканами горячей воды до 75-85 градусов в термосе на 1-2 часа. Затем смесь процеживают. Пить таволгу в виде отвара необходимо по столовой ложке 3 раза в сутки. Масси злобазника применяют при кожных заболеваниях, укусах, насекомых и змей, как это делали в старину. При неврологических, травматических и суставных болях, при фурункулах, угрях, сибаре и дерматитах. Вот эта мась. Берется по 2 столовых ложки мелко измельченного порошка корня, а также мелко измельченной зеленой части растения. Это можно измельчить в мини-блендерах или, скажем, в мельницах, которые используются для кофе. И 100 грамм жировой основы. Например, сливочное масло или топленое, облепиховое, кокосовое, что лучше всего, оливковое или вазелин. Хорошенько все перемешать, разогрев масло до плюс 40-45 градусов, остудить и сохранять в стеклянной или керамической фарфоровой посуде при плюс 2-7 градусах Цельсия в холодильниках или в погребах в темноте. Такая мась сохраняет свои лечебные свойства в течение года. При хранении около 0 градусов до 2 лет. При болях в суставах эта мась наносится на ревматоидные суставы и опухоли после ушибов. Процедуру можно проводить 3-4 раза в сутки. Как же применяется мась при укусах насекомых фурункулах? На поврежденное место наносится мась из порошка корней, масло, приготовленное как в предыдущем рецепте. Но в летнее время года можно воспользоваться свежим сырьем, которое есть под рукой, если вы живете на природе. Тогда надо взять одну часть сока, выжатого из цветков, смешать с тремя частями любой жировой основы, сливочное масло, кокосовое и прочее, что я говорил, можно с маслом какао. И применять. В царской России земские врачи успешно лечили ревматизм суставов таволгой. Одновременно они применяли настой травы с цветками внутрь и втирали мась в пораженные суставы из цветов таволги. Теперь я расскажу вам о средстве для устранения угрей, сибории, дерматитов. В домашних условиях почти невозможно отжать настоящее масло из растения, так как для этого требуется промышленное оборудование. Но можно сделать вот каким образом. Поместить 10 столовых ложек порошка из цветков лобазника, пол-литра качественного растительного масла, льняного, кокосового или оливкового. Настоять в плотно закрытом горшке или банке около 6-7 дней, периодически помешивая. И вот средство для устранения угрей, сибории, дерматитов готово хранить в холодильнике либо погребе. Следующий рецепт масло от ожогов. В 5 частей растительного масла вмешивается 1 часть порошка корня лобазника. Выдержать около 2 дней в теплом, темном месте, процедить, взять стерильную марлевую салфетку, пропитать ее мазью и приложить к пораженному месту, сделать фиксацию бинтом. Между смоченной марлей и бинтом лучше уложить пергаментную бумагу. Для сохранения масла. Повторяю данную процедуру с периодичностью 2 раза в сутки. Держать масло в холодильнике или погребе хранится около года. Вот вам рецепт отвара при гипертонии, а правильно говоря, при повышенном артериальном давлении, для его нормализации. И вообще это является неплохим универсальным рецептом от многих проблем, в том числе проблем с поджелудочной железой. То есть в первую очередь с панкреатитами. Надо нагреть в небольшом толстостенном сосуде, лучше всего глиняном, керамическом. А раньше это были глиняные горшки. Пол литра воды, довести до 70-80 градусов. Добавить туда 5 грамм сушеной травы лобазника. Траву лучше взвесить, так как один и тот же объем может иметь разную массу. В зависимости от степени измельчения и толщины, и неровности составных частей листьев и стеблей. И других причин. В течение 40-50 минут нужно греть эту смесь на водяной бане, но не кипятить, держа температуру на уровне 70-80 градусов. Ну а можно просто залить в термос и дать настояться около часа, периодически потряхивая термос. Затем на пар процеживают и доливают до прежнего объема кипяченой или водой из обратного осмоса. То есть до 0,5 литров первоначального объема, если вы, конечно, это делали на водяной бане. Так как при этом часть воды испаряется, ну а в термосе, соответственно, нет. Пьют по столовой ложке три раза в день. Либо до еды за 20-30-40 минут, либо после еды через 30-40-50 минут. Самый универсальный следующий рецепт комбинированный. Берется по одной чайной ложке сухих цветов лобазника и тысячелистника. Запаривается полулитрами горячей воды, настаивается также и пьется в теплом виде. С ложечкой дикого меда в прикуску пьется между приемами пищи три раза в день. Ну а вот вам рецепт чая из листьев и соцветий таволги. Он очень вкусный, ароматный сам по себе. Можно смешать с аванчаем пополамо со зверобоем один к трем. Как же пить чай из таволги? В народной медицине настой травы таволги визолистной с цветками той же таволги применяют при болезнях сердца, тахикардии, удушье, а также при мигрении, головной боли и для профилактики многих заболеваний в виде чая. Берется одна столовая ложка смеси, цветков и листьев таволги, смешанных пополам на пол-литра горячей воды. 70-80 градусов дать настояться в термосе или в фарфоровом чайнике, укутанной полотенцами, и пить как чай. Вот еще один базовый рецепт. Сушеные цветы таволги часто запаривают так же, как обычный чай, заливая стаканом горячей воды до 90 градусов, но не выше. Одну-две чайные ложечки сырья, а затем дают ему настояться 10-20 минут, процеживают и потребляют. Употреблять такой чай необходимо, не торопясь, мелкими глотками, не более двух-трех стаканов в день. Можно с одной чайной ложечкой дикого меда в прикуску. Очень хорошо отзывался о лечебных свойствах таволги визолистный известный болгарский фармаколог Петков. Он рекомендовал водный настой таволги при подагре и отеках. В России таволгой занимался В.И. Дубин. Он рекомендовал применять таволгу при опоясывающем лишае, герпесе, гриппе, ОРЗ, в комплексном лечении вирусного гепатита и панкреатита. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мое данное видео было вам полезно и останется в вашей домашней рецептуре натурального народного лечения и профилактики заболеваний. Ну а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал. И те люди, кто смотрят это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.